всем привет всем здравствуйте мы сегодня с настенной гуляем по городу и вас берем с собой такие брючки хочу померить девочки зашли в комсомольске как ваш отдел называется отдел симпатия очень модные стильные вещи здесь продают такие брючки решила примерить на резиночке комфортно и удобно и наш на ручке футболочку от мне девушка дала ну просто померить потому что я в платье вот не знаю может поменьше мне размер примерить вообще мне нравится модель классно сейчас примере поменьше выключаем вот отдела размер поменьше мне вот в них комфортнее в этом разводчике приподними футболку немножко на резинке очень удобно это джинсы просто цвет такой а здесь вот такая но не хлопок с чем-то да или со спандексом что-то такое мне кажется хорошенький прям очень очень хорошенький все выключай эти посветлее немножко эти потемнее мне вот эти потемнее нравится померь посмотри размер ну мерить надо видишь вот я надела и хорошо сидят надо мерить из примерки как а типа не вот настя джинсики мерит сейчас заправиться так классно смотрится вообще мне очень нравится модель вообще классная хорошенькие а вот и темная никакой размер не на меня там побольше на иногда темные побольше совсем другая модель тоже смотрится классно а если тебе выпустить наверх футболку а не поднимать так высоко и и вверх до повернись передом ну первые мне кажется лучше были первые как-то вот они интереснее эти попроще мне кажется хотя вот на вешалке когда они висели мне эти больше нравились за на плечиках были мы сидят тоже кстати неплохо ну-ка появились передом повернись нет те лучше нас просто один как нормально не надо близко задом повернись задом повернись задом повернись задом повернись задом повернись задом повернись Вкусный костничек, очень мне нравится. Вкусный костничек, очень вкусный костничек, очень вкусный. Мне нравится, кофту я тебе могу вот эту свою отдать. А там на шее что? Вот на Насте такой же костюм, как я мерила, черный. Классный костюм, очень хороший костюм. Рикотаж такой уютный, плотный. Он как с ночейстиком, да, там такой? Немножко. Хороший такой большой капюшон. Да, это хороший костюм. С кроссовочками будет вообще здорово. Тоже симпатичный. Свет такой приятный. Свет приятный. А что, что они нормальные? Нормальные. Они свободные, но они хорошо сидят. Смотрите, какие я Насте серьги сделала. Заодно покажу. Ну, попроси, футболку тебе дадут. Не так? Ну так ярко, сочно. Привет. Всем здравствуйте. Вчера мы гуляли по магазинам Красноярска, а сегодня мы будем гулять по магазинам Сосновоборска. Жара лютая. Прям солнце жарит невыносимо. Приехали на мой любимый магазин. Находится на Мира. Сейчас я вам его покажу. Вот здесь находится этот магазин. А то меня часто спрашивают, где этот магазин, какой адрес. Вот так выглядит этот магазинчик. Вчера мы с Настей не купили то, что мы хотели купить для нее. Поэтому решили зайти сегодня сюда. Ну что, пойдемте. Ветровка делается сумкой. Это как? Ой, мама. Ну вот сумка она делается получается. Ни сега прикольно, да? А как туда складывать? Ну она сворачивается. Внутри все. А, точно. Это как ветровку свернуть в сумку получается. Прикольно. Я такой первый раз вижу вообще. Поверни лицом. Вообще классно. Ничего мы не купили в этом магазине сегодня. Как-то сегодня ничего не садится ни на меня, ни на Настю. Поэтому сегодня мы... Сегодня, наверное, не наш день. Да, ага. Нельзя так говорить. Нельзя так говорить. Настя сказала. Ладно, сегодня наш день, но мы пойдем в другой магазин. Да, идем дальше. Тоже идем по этой же улице Мира. Здесь, в принципе, много магазинчиков. Сейчас зайдем в другой. Посмотрим, что есть тут. Народ весь купается. Никого в городе нет. Такси невозможно было сегодня дождаться и вообще заказать. Такси невозможно было. Машин свободных в городе нет. Все на озерах. Вот там впереди голубенькое здание. Это спорткомплекс Надежда. Там у нас бассейн хороший есть. Но я, правда, там никогда не была. Но мои знакомые, кто ходили, все довольны остались. Все хвалят. Это вот у нас дома в новостройках. Такие вот красивые дома. Яркие, сочные, нарядные. Тут вот розовенький. Тоже красивый дом. Такие вот домики у нас нарядные. Сейчас покажу вам, какой вчера Насти костюм купили. Трикотажный. Спортильный. Ну, на каждый день так с девчонками гулять куда-нибудь. Да, дочь? Ага. Ну, вот по магазинам шарится, как сегодня. Тишина. Тишина у нас сегодня. Красота. Народу никого нет. Тихо, спокойно. Солнышко светит. Замечательно. Полный двор машин весь. Выходной день. Люди отдыхают сегодня. Сейчас с Настей прогуляемся по магазинам. Потом заберем маму и поедем к нам. Очерком, наверное, пожарим шашлычок. Настин отпуск, так сказать, обмоем. Вкусненько обмоем. Уже скоро все кончится. Да. Сейчас отпуск. Впереди еще у нее день рождения 16-го числа. Вот голубочки прячутся в тенечке. Вот здесь тенечек так хорошо. У нас очень много, я уже говорила, что у нас очень много олеек вот таких вот, где можно просто прогуливаться. Не спеша. А куда торопиться? Гуляй да гуляй. Пожелые люди здесь, конечно, наслаждаются жизнью, потому что здесь относительно спокойно, чем в Красноярске. Ну и опять же, что все зелено, чистенько, везде чистота идеальная. Бывает, конечно, как говорится, в семье не без урода, и у нас такое бывает, что кидают, бросают и бутылки, и бумажки. Ну, конечно, дворники молодцы, убираются. Что делать приходится за такими поросятами ходить и убирать. Там тигры, ты не видела? Хочешь, пойдем покажу тебе. Там у нас, да, тигры. Ну, я уже снимала, показывала. Сейчас, наверное, по мороженке купим, да? Мы уже дома, ничего так и не купили, решили, что у нас все есть. Сейчас покажу вам птичек-невеличек. Птички-невелички собирают ягодку. Помашите ручкой нам. Некогда. Работа полным ходом. Работа полным ходом. Приглашай с нами собирать ягодку. Ой, Бог, помощь. Хорошо наблюдать, когда кто-то работает, а сам при этом ничего не делаешь. Нам ты мясо замариновала? Мясо замариновала. Пойду сейчас картошечку в духовку поставлю. Замариную тоже ее поставлю в духовку. Есть хочешь? Есть хочешь? Ну, все, сейчас пойдем мангал разжигать. Давай я бабушке не буду. Ягоды стылька. Зеленую только не рви. Да, она не зеленая, ты же видишь. Мам, ты смотри как маленькой. 105 лет. Зеленую только не рви. Дети для мам всегда были, есть и будут маленькими. В любом возрасте, даже когда тебе будет 75. Мясо замариновала, помидорчики сейчас помою и буду готовить картошечку. Кто-то меня из девочек спрашивал, как я готовлю картошку в духовке. Все очень просто. Почистила картошку, нарезала ее дольками. В любой форме, короче, нарезали. Я дольками режу. Вы можете резать как хотите, хоть кубиками, хоть как, хоть пластиками. Я режу просто вот по вдоль, крупными кусочками. Солю, перчу, добавляя любые специи, любые приправы, какие вы любите. Немного растительного масла. И в качестве соуса можно все, что у вас есть в холодильнике. У кого есть сметана, можно сметану. У кого есть молоко, можно молоко. Можно молоко смешать со сметаной. Можно майонез. Майонез плюс сметана. В общем, вот как хотите. Заливаете это картофель свой и убираете в духовку. Если есть сыр, сыр, можно на терке сверху потереть сыр. То есть, полет фантазии. Как хотите. Вот что есть в холодильнике, то и кладете. Ничего нет. Значит, просто картошка, специи, немного масла и в духовку. Все. Больше ничего не надо. Вкуснятина будет. Обалденная будет вкуснятина. Сейчас покажу, как готовлю я. Вот, смотри. Просто нарезала картофель. Ой, начистила картофель. Сейчас просто буду вот так вот ее крупными вот такими вот кусочками разрезать. Видите, уже мангал зажег. Разжег мангал. Так дымком потянула в окно. Вот так вот просто разрезаю ее повдоль. Просто мне так нравится такими вот кусочками, брусочками. Можно и пластиками, как хотите. Главное, чтобы она не сильно мелкая была, чтобы не разварилась. Все, брусочками накрошила. Вот такие беру прованские травы. Единственный минус, что эта приправа с солью попалась. Я вот не заметила этот момент. Обычно я не люблю такую приправу, где находится соль. Поэтому картофель не солю. Сразу сыплю приправу. Вот так, посыпаю приправкой. Сейчас еще добавлю перчик. Обожаю вот эту приправу. Уже вам говорила. Смесь перцев. Но она острая. Ее нужно чуть-чуть. Достаточно. Немного сюда. Масло растительное я сюда добавлять не буду, потому что у меня сегодня будет майонез. У меня сегодня нет сметанки, к сожалению. Обычно я и со сметаной делаю. Либо с молоком. Но нет. Поэтому немножко добавлю майонеза. Из-за того, что майонез, масло добавлять не буду. Все. Сейчас я это все перемешиваю. Все вот это перемешиваю. И убираю в духовку. Ничего больше я сюда добавлять сейчас не буду. Потом, когда у меня картофель уже будет готов, когда он уже печется, я покрошу свежую зелень. Будет очень вкусно. Приготовленный картофель в духовке таким способом получается ароматным, нежным. Прям нежнейшим, я бы даже сказала. Очень вкусный. Вот рекомендую. Такой картофель у нас съедается всегда в первую очередь. Специи разные можете добавлять. У меня сегодня такие. Все. Отправляю в духовку запекаться. Все. Картошка готова. Сейчас зелень сюда еще покрошу. Мама пошла мыть. И все будет готово. Можно, кстати, чесночка сюда добавить. Но я летом чеснок не добавляю. Зелени много. А зимой, если мы так готовим, то я еще чеснока добавляю. Здесь сделала соус. Обычный майонез с кетчупом. Настя любит. Мы не едим такое. Настя любит. Так. Чашечки. Тарелочки походные наши. Тарелочки. Так. Сюда сейчас помидорки накрошим. С перчиком. И будет нам счастье. Ну вот и все. У нас все готово. Все на столе. Нам у нас все готово. Вам приятного аппетита. Приятного ужина. А вам хорошего дня. Хорошего вечера. И отличного настроения. На сегодня это все. Всем пока. Вот она картошечка. Вот оно мяско. Вот оно редисочка со своего огорода. Зелень, естественно, тоже. Перчик со своего огорода дочь мухи. Помидорки, конечно, магазинные. Да. Родственники тоже с огорода. Родственники тоже с огорода. И хлебушек домашний на закваске из ржаной муки. Все. Отчиталось. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Сели чаевничать. Вот с такими конфетками. Казинаки, которые еще и Ирина Юргина нам присылала. Варенье жимолость. И свежая клубника. Замороженная. С сахаром. Просто перетертая. Ну и, конечно же, вкуснющий наш Иван-чай. Тут у меня не просто Иван-чай, тут у меня Иван-чай с Мелиссой. Настя, а у тебя с чем? Тоже самое. Да у нее сброд. У тебя тоже с Мелиссой? Ага. Короче, вот такой вот вкусненький Иван-чай. У тебя тоже чистый Иван-чай? У меня чистый Иван-чай. У тебя чистый Иван-чай. Видишь? Вижу. Все сосредоточены так. У нас уже вечер-вечер. Уже солнышко садится. Дикушка косточки грызет. Дымок у нас вот такой вот. Дымок у нас вот такой вот, чтоб комары нас не кусали. Прохладненько уже стало, как-то вот солнышко скрылось. Ну, в общем, нам теперь еще и приятного чаепития. На свежем воздухе. На свежем воздухе. Так вкусненько. Да? Сидим, болтаем. Это что такое, какие-то орешки. Сидим, болтаем. Что нам еще делать? Ешь вкусно, мама. Так это с сахаром. Да нельзя. Сидим, болтаем. Так это сахаром. Продолжение следует. Поехали ну вот. Блит. Попробуем. Какая-то парень. Отец.